Всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, и это уже седьмой эпизод видеопрохождения Amazing Spider-Man 2. Играю я по-прежнему на PlayStation 3, и мой уровень героизма начинает потихонечку падать. Я тут пытался найти метро, но не получилось. Найти метро и сменить этот злосчастный костюм у меня не получилось. Не знаю, когда это получится, но я обязательно сменю на стандартный костюм, как только предоставится такая возможность. Очевидно, после того, как я рюзких в их укрытие смогу настигнуть и замочить. После этого обязательно поставлю костюм, который изначально стоял из Amazing Spider-Man 2 Movie. Естественно, ясно, как в белый день, что костюм ниггера никому не нравится. Ну, по крайней мере, абсолютным большинством. Некоторые чувачки хотели, чтобы я одел костюм из первого Amazing, но тут уже такая проблема, что он мне лично не нравится. Какой-то гейский костюм, что ли. Резиденты благодарны Спайдер-мену, чтобы чистить их коммунитет, называя его, quote, один из нас. Хорошо, Человек-паук в очередной раз спасает день или ночь, неважно. Я эту миссию прошел, второсортную миссию прошел только для того, чтобы стать опять героичным уровня 3, потому что так мне будет гораздо легче проходить любую миссию. И вот сейчас мне злых рюзских бандюганов нужно найти. Где же они? Ой, я опять уровня 2. Ну, что за дела? Ну, почему так сложилась-то ситуация? Это мой маркер неправильный. Правильный и вот он. Ну, ну и черт с ним. Буду я героем уровня 2. Не привыкать уж мне, Человеку-пауку. Да, я следую за рискими свиньями. Ну что, готовы? Ваши жопы к канальному вмешательству. Я думаю, что да. Пацаны знали, на что идут. Нечего потом отнекиваться. Погнали, замочим их всех. Погнали, замочим их всех. Погнали, замочим их всех. Замочите высокотехнологичное оружие, вернее, ящики с оружием, да? Это опять стелс-миссия. Ну, понятно, что... О, господи. Надеюсь, вы не слышали этот звук. Сейчас я замочу сначала. Вот этого паренька. Понятно, что никто не слышал. Там у меня уведомление пришло от мобильного Человека-паука. Жители в опасности. Они задаются вопросом, где же Человек-паук? Ничего. И на последнюю миссию, финальную, значит, Человека-паука-мобильного у меня тоже найдется как-нибудь время. А, по-тихому, заморил, слой, блядка. Со всеми расправлюсь. Никто не смотрит, никто. Повисну на своей паутине, как паук. И притяну очередную жертву. Вот и все. Последний остался супостат. Не так ли? А как же его мне замочить? Ну давай, давай, прыгай, паукан. Хам. Да я даже не знаю, получится ли. А если он меня заметит? Блин. Ерунда какая-то. Не получается. Ладно, мне всего лишь нужно прыгнуть вот сюда. Они настолько отбиты, что не обращают внимания на какие-то шорохи у них за спиной. Одно высокотехнологичное оружие я разрушил. И бум! Динамо! Я смотрю, там снайпера стоят. Оооо! Неплохо подготовились эти парни. Это очередная стелс-миссия. Я в этом позорном костюме Но ничего Нет, все же не ничего Я что-то за снайперов переживаю Как же так? Надо бы вырубить вот этих парней Думаю сначала Ах, красавчик Сейчас второго По-тихому, по-тихому Подходим Никто их не услышит И никто их не узнает Все-таки я рад, что прокачал Спайдер Сенс Может его еще сильнее можно качнуть Давайте посмотрим 3000 рублей 3000 рублей будут подсвечиваться Предметы Ну давай, пускай все предметы будут подсвечиваться Спайдер Сенс прокачан полностью И какие же тут предметы подсвечиваются Хотел бы я знать Ну вот, вот там стали ящики подсвечиваться Что-то мне это не очень интересно Возможно Возможно Впоследствии еще пригодится Но не сейчас Вот, вот он ящик С опытом Слишком много там Сприкосновений Света И я не знаю пока Что с этим делать Давай-ка я вот прыгну сюда Разведаю тут обстановочку Ой-ой-ой-ой-ой Я прямо рядом с парнем стою Чуть не попался Под это недоброе влияние Надеюсь меня никто не увидит таким образом Еще одного мужика замочил Великолепно И никто даже не догадывается Что Человек-паук уже здесь Половину ваших парней Отмудохал А что ж мне Ой Ой, да я же спрыгнул Что мне делать с остальными Они что-то ходят Ходят тут С ними-то тоже надо кончать С другой стороны С другой стороны Это вовсе не обязательно У меня же Цель разрушить ящики Правильно Давай, паукан Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Нет, куда-то не туда я прыгнул Не туда совсем Еще одна попытка Да, замочил Зашел пацан погулять Называется Разведать обстановочку Ну и вот Соответственно Не фартануло ему Немножечко Эх, от тех супостатов Тоже нужно избавляться Что-то они как-то, знаете Ходят Прямо вот В стену идут Непонятно даже Чего от них можно ожидать Ладно Я наверное Понадеюсь Что эти Тормоза Не смогут Повернуться Ко мне А нет Нифига Смогут Фак Я нифига Этого не ожидал Думал Думал они и дальше будут У стеночки Целовать Друг друга Как они это делали до этого Так Я так понял Меня обнаружили Да Или нет Там же я снайперов Повырубал Просто-напросто Некому Меня обнаруживать Давай уже паукан Прыгай Как-то темно Становится в глазах Нет Включай паучье чувство Гораздо комфортнее Я себя сейчас с ним Ощущаю Это уже не Знаете Не былое Когда Не понимал Что Как Где происходит Зависнуть на паутине Здесь не получится Так Вот там один ящик А вот там второй Мне хочется Вот этого Паренька Заморить До смерти Это как-то Довольно Опасная затея Во Супер Ой-ой-ой-ой Еще один Вот там стоит Особо опасный Снайпер Так Тех наверное Можно не трогать Правильно Пускай они там Своими делами Занимаются А что Насчет Опасного Снайпера Черт его знает Что насчет него о это было на грани явно по тихому замочил я вообще не люблю когда хоть кто-нибудь может за мной наблюдать особенно если у него есть огромная такая винтовка которая может меня Вжарить в жопу, вжарить! И я буду чувствовать себя совершенно неподобающим образом. Потихонечку избавляемся от как можно большего количества людей на случай, если меня обнаружат. Чтобы мне было не так уж и больно. Что-то там много парней. Тут много парней. Везде их много. Но, возможно, сейчас вот этот... Не, пошел обратно. Ну и как же мне быть вот, например, с этими тремя? Смотрите, какое здесь пересечение... Сколько их здесь? Почему так много? Твою мать! Что ж я натворил? Что же я натворил? Я нажал на паутину и привлек все их внимание. Неужели он так громко ее запускает? Ну вы заметили, да? То есть просто нажал на паутину... А они уже там офигели. Офигели, понимаешь. Так. Так. Надо же решать, что делать. Нельзя же бесконечно по этим трубам лазить. Бля, хамуф. Я не это подразумевал. Ну а почему бы нет? Парень в воздухе... Ах ты, парень, ты, ты читер. В воздухе зависает. Снайперов-то я убрал. Правильно, мне... По сути-то бояться и нечего. Самых опасных своих врагов. Я уже на кол посадил. Правильно. Правильно. Чем-то переживать. Поэтому можно... Оу, в прямой бой вступать. Тут у нас Спиди, короче, меня пытается атаковать. Спиди баба. Все меня. Ну, короче, я наигрался в стелс. Пора теперь реальные дела делать. Две настоящие клевые телки. Мочат человека-паука. Но только он одерживает над ними верх. Вот так вот притянул к себе. Как притянуть телку? Иди ко мне. Ну, то есть, надоело мне долбиться. Долбиться в стелс. Самое главное, снайпер-один, снайпер-второй. Сдохли. Все. Больше никакого стелса. Хотя наверняка подчивку дались бы я смог это задание без обнаружения пройти. Да, он меня видит. Да неужели? Серьезно, что ли? Может, я сам к тебе на глаза показался? Опасный мужик. Что, видишь до сих пор меня? Ну и хорошо. Мне же проще будет тебя замочить. На душе спокойней, дай-ка я немножко подлатаю свои раны. Все равно вы, придурки, не особо как-то проявляете свой характер. О! О! Я у него прям перед носом хожу. Тут они, пацаны, охраняют, в общем-то. Охраняют мой сейф с опытом. Но одного я, тем не менее, смог замочить. Дайте мне сюда мой опыт. Замечательно. Ну-ка, дай-ка я пробую ящик. Да. Получилось. Я кинул ящик. Замечательно. Вот это гораздо веселее, чем просто пытаться по-тихому. Хотя я уверен, что есть фанаты стелса. То есть они будут безумно, безумно рады тому, как можно по-тихому завалить врагов. Но я не из таких. Я не из таких любителей. К тому же вот здесь, чтобы этот ящик с опытом взять, нужно обладать... непростой силой воли. Ну, однокнопочный бой. Я просто квадратик долблю. И выигрываю. Темно в этом уровне. Очень темно. А когда я включаю еще спайдер раш, то... Просто вот как будто я негру смотрю в зад. Давай, давай, возьми свой ящик с инструментами. Или с опытом, неважно. Иди долби последнее оружие, сколько уже можно околачиваться вокруг да около. От кого я тут пытаюсь... От огромного мужичара с пушкой. У меня такое ощущение, будто это бензопила. Ой, 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 ой. Что-то я... Вовремя не смог. Не сообразил немножечко, а приторможен я. Я увидел что-то! Я хочу тебя! Бах! Сейсмический выстрел. А почему же ему на помощь-то никто не приходит? Вы вообще обратили внимание? Здесь, значит, звуки боя, а не приходит вообще ни один человек. Ну я-то разрушил. А что дальше делать? А, миссия автоматически закончилась. А, миссия автоматически закончилась. Ой, правда? Заметил меня? Ну тут он уже сам меня заметил. То есть тут надо действительно действовать руками и на... Да твою ж мать! Сначала вырубаем тех, кто пытается меня пристрелить, а уже потом бойцами справляемся. Вот он, вот он. Ах ты! Далеко до тебя прыгать. Давай, давай-ка, давай-ка быстрее! Справимся, парень? И ты пойдешь на тот свет отдыхать. Спокойно, там тебе не нужно ни с кем воевать, никого. Пострелять. Еще один пострелушка завелся у нас. Ах ты! Хитрая жопа! Ничего, не уйдешь. Меня радует только одна перспектива, что после драчки я смогу подлечиться, сам себя подладать своей паутинкой. Ах ты грязный российский ба... Ах ты! Еще не сдох? А что если на тебя вот этот мусорный контейнер кинуть? Правда, немного мимо. Хотя нет, ты ровно куда надо стал. Прицепили тебя. Лечимся. У меня уже дважды был левел ап. Великолепно. Там, я смотрю, еще один любитель пострелять по мишеням находится. Сейчас мы его снесем. Голову снесем. Там у тебя за спиной человек-поук бегает и дышит, а ты этого даже не слышал. Это что такое? Это вход. Но подожди, тут еще один живой человек. А знаете, что Спайдер-мен делает с живыми людьми? Правильно. Он их убивает. Он их унижает. Любое человеческое достоинство стоит ниже Плинтуса. Зайти в хангар. Да, я сейчас зайду в хангар. Это все еще миссия «Никто». Каждому из нас может угрожать опасность. Нужно спасти. Заложника? Но прежде проткнуть мужика паутиной. Вы сами видели картину убийства. Какой жестокий человек-паук. Я и не знал, что он может причинять. Смерть! Своим врагам! Слепой. Слепой совершенно не видел, как рядом с ним Человек-паук просто прыгнул. Вообще абсолютно спокойно. Ну что поделаешь? Я говорю, в этой тиме, в Russian тиме, все глухонемые. А вообще, повально, повально все глухонемые. Ну а что поделать? Зарплата низкая. Так, тут у нас семь врагов всего. Троих из них я уже умертвил. Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас еще одного сделаем. Притянули, задушили. Решили потока воздуха. Все в порядке. Человек-паук нормально со всеми справляется. А где же, где же заложник? Ну ладно, в любом случае, мне еще троих парней нужно на тот свет отправить. А для этого, скорее всего, придется показаться. Да? Показаться же мне придется. Ну а, блин, а иначе как? Черт его знает даже, как иначе. Ух ты, ух ты, ух ты. Человек, меня видели. А если... Ну-ка. Если я использую нить паутин... Да они ж меня сразу обнаружат, они ходят. Ходят, не приходят. Ну я попытаюсь. Давай уже, паучок. Почему ты не опускаешься на свои нити? Да. Ах ты, криминальная свинья. Да, меня уже заметили. Так, стой. Давай-ка, тебя тоже оружие лишим. А ты че это, ты бегаешь тут? О, мужик такой, знаете, продвинутый. Допросить его нельзя. Нет, не в этой жизни. В этой он уже мертв. Это было весело. Если я работал с Каннаж-киллером, ты бы мертвец сейчас. Я рада, что ты ошибаешься. Эти парни мне кажется, что ты убил их друзей. Это не правда. Это не правда. Я ходил в мою машину, и я увидел, что кто-то атакует этих русских людей. Он, который убил. Не я. Как ты закончил здесь? Я кричал. А потом, что-то убил. Я пошел, чтобы я мог бы помочь его врагу. А потом, что его друзья появились. Мои руки были плотные. Но они не верят, что я не делал. Этот человек, ты говоришь, был настоящий убил. Как он выглядит? Боя. Роя. Роя. Молосы. 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 Не с ним я работаю. Свои лицензия говорит, что живешь в Джерси. Если ты можешь показать, что ты не был в городе, когда убил его убил, я оставлю тебя. Не проблема. Я был в Сан-Диего всю неделю. На конвенция. Это ambulance. Я звонил. Ты будет хорошо сейчас. Мы спасли Гражданского, это по факту часть той же миссии, что начал я и вчера. А сейчас у нас охотники и, ну как это сказать, и жертвы, да? Охотники и те, на которых охотятся охотники, я понятия не имею, как их назвать. Охотник и жертва. Господи, если я еще раз скажу слово охотник, 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 я сойду с ума. Думаю, на этом можно закончить данный эпизод в видеопрохождении. Ну а сначала обязательно нужно сменить костюм, чтобы успокоить свою душу, потому что я так больше не могу. Да, вот она линия метро, да она еще и отображается на карте как М. Да что за фигня? Да, вернуться домой. То есть нужно было немножко постоять в метро, постоять и... Транспорт сам приедет к нашему человеку, где я смогу сменить костюм. Наконец-то, наконец-то. А интересно, в свободном режиме можно ли тетю Мей проведать, что она там делает? Это продолжает пирожки варить или как? Боже мой, какой он гейский. Ух ты! У моего основного костюма пятый уровень. Но у него комбо-бонус. А я люблю комбо. Зачем я, зачем я накачал четвертый уровень этому костюму? Костюму для негра. Здорово, здорово. Там написали мне пройди гонки, все гонки, чтобы открыть костюм. Еще один. Ну, товарищи, меня гонки утомили в Ultimate Spider-Man. И я сыт ими по горло. Вообще не хочется. Ни разу. А на этом я прощаюсь с вами. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. В следующем эпизоде мы будем проходить вот эту вот эмиссию Охотники и охотничь, и на которых охотятся. Все, я сошел с ума. С вами был Максим. Всем спасибо за просмотр!